Субботнее утро в Салавате выдалось поистине спортивным. В городе широко отметили День физкультурника. В праздники были задействованы все спортсмены и их тренеры. Ни одна площадка в городе в этот день не пустовала. К примеру, спортивная школа «Триумф» отметила праздник показательными тренировками по стрельбе из лука. Надо сказать, что этот вид спорта в городе активно развивается. Спортсмены заявляют о себе на крупных соревнованиях, показывая силу воли и выдержку. Эта секция активно работает и в рамках адаптивного спорта. Люди с ограниченными возможностями здоровья не уступают по физической подготовке и регулярно подтверждают это в различных турнирах. Днем физкультурника. Развитие физической культуры, массового спорта – это залог здорового общества. Наш город Салават славится своими спортивными традициями, которые продолжают наши ветераны, хранить наши ветераны и продолжают активная молодежь, такие как вы. Страна здорового общества. Это всегда хорошо. Здоровая жизнь. Это тоже самое. Работа над собой, стремление. В общем, хочу всех поздравить, пожелать вам успехов спортивных и в личном плане, конечно. С праздником. Набережная реки Белый – объект, который после реконструкции притягивает внимание спортсменов. Поэтому в День физкультурника здесь особенно оживленно. Футболисты, баскетболисты и волейболисты провели здесь тренировки на свежем воздухе. Отличная идея для утренних занятий, да еще и в профессиональный праздник, считают спортсмены. Сегодня мы отмечаем День физкультурника и по этому поводу мы решили выйти на набережную города Салавата поиграть в пляжный волейбол. Это очень здорово. Мы здесь всей командой играем, отдыхаем, получаем удовольствие. Хочу поздравить всех своих подруг с команд с этим праздником. Сегодня у нас по всему городу, практически во всех наших спортивных школах, на всех спортивных площадках проходят соревнования. Собрались любители различных видов спорта. От стрельбы с лука до футболистов все сегодня вышли, все сегодня отмечают этот праздник. Именно активно, а не просто дома перед телевизором. Хотелось бы охватить как можно больше площадок, потому что в городе у нас все-таки очень много сейчас новых площадок построено, чтобы люди, которые по месту жительства тоже вышли, приняли участие. Не так, чтобы совсем уж централизовано, потому что не каждый, наверное, может прийти в парк и посмотреть. А здесь, когда проходит соревнование рядом, где-то около дома, можно, если даже не поучаствовать, но хотя бы посмотреть. Награждение лучших из лучших тех, кто трудится не ради работы, а на результат. По дворце детского и юношеского творчества состоялась торжественная часть праздника. Глава города отметил рост популярности активного образа жизни в Салавате. Салават всегда исторически был спортивным городом, городом молодежи и спорта. И тому подтверждение огромное количество салаватцев, которые практически ежедневно занимаются физкультурой, спортом. В различных спортивных комплексах, на спортивных площадках, открытых, закрытых, в том числе и на набережной. Поэтому это очень радует, что у нас в городе жители любых возрастов активно вовлечены в спорт, физкультуру. Дорогие друзья, я вас поздравляю всех с этим замечательным праздником. И пусть то упорство, с которым вы достигаете своих целей, идете к победе, будет впредь помогать вам не только в спорте, но и в жизни. Светлана Звездкина, тренер по плаванию спортивной школы «Алмаз». Вот уже более 35 лет она готовит отличных спортсменов-плавцов. Когда воспитанники, окончив спортивную секцию, приходят спустя много лет и говорят спасибо, понимая, что работаешь не зря, говорит Светлана Викторовна. И сегодня она в числе награжденных. Очень приятно, что все-таки за столько лет работы оценили очередной раз, почетные грамоты вручили сегодня. Очень здорово, что так всех собрали, всех вместе, специалистов, сотрудников в разных профилях. Вообще здорово. Такой праздник так отметили. Обучаешь, видишь работу, видишь воспитание этих детей, видишь их будущее, когда они уходят, становятся хорошими специалистами в своих сферах, которые это радует. Вот душа радуется, когда они приезжают навестить меня. Ну и в завершении праздники сдача нормативов ГТО на площадке у спортивной школы «Алмаз». Причем в этот раз комплекс сдавали не только дети, но и их тренеры. Праздник получился веселым и с ноткой бодрости. Ребята с интересом наблюдали за тем, как сдают нормативы их старшие наставники и тянулись до их результатов. Город Салават всегда был первым во всех сферах деятельности и также в спорте. Сегодня на площадке «Алмаз» проводятся нормативы ГТО, где участвует тренерский состав. Для того, чтобы показать своим воспитанникам, что у них еще есть порох про камни. В свою очередь хотел бы пожелать всем жителям города Салавата, так как у нас спортивный город Салават, в первую очередь доброго здоровья, счастья, семейного благополучия. Впервые в Салавате День физкультурника прошел столь масштабно, охватив сразу несколько городских спортивных объектов и все площадки. Возможно, именно этот формат проведения станет доброй традицией. Светлана Халитова, Радмир Загидулин, телекомпания Салават.